Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса заключается в том, что уже полтора года общаемся с парнем-перебистым, заходим в кино, гуляем по городу. И они мусульмане, но разных национальностей. Нас не принято так долго общаться без намерения сыграть свадьбу в ближайшем будущем. Мои родители не против нашего союза, если его намерение серьёзное, но его родители хотели бы, чтобы он женился на девочке и их национальности. Мы очень нравимся друг другу, но это затянувшие сообщения компрометирует меня, и мне уже хочется определённости. Уже он уже много раз обещал поговорить с родителями и наконец дать окончательный ответ, но постоянно тянет время, не знакомит меня с ними, просит подождать, говорит, что родителям нужно время, но я не могу ещё больше ждать. Я уже несколько раз была инициатором разрыва, но каждый раз пишет, звонит, не отпускает, говорит о свадьбе, что хочет семью. Мне очень не хочется его терять. Но и находиться в подвеченном состоянии я тоже не могу. Перед Новым годом я снова поставил ему ультиматум, пару недель игнорировал его в банке, и сейчас он снова председатель во время проявления терпения обещает, что мы будем вместе. Как мне поступить в данной ситуации? Ну, первое и самое главное, первое и самое главное, это, пожалуй, то, чтобы отделить то, что вам, ну, скажем так, в силу особенностей ваших культурных, в силу особенностей ваших традиций, чтобы вам отделить одно от другого, то есть ваше состояние неопределённости, когда вы, ну, по факту, получается, сами не можете принять решение, что вам, ну, вот, просто очень тяжело, сложно переносить, ну, вот, такую ситуацию, где нужно самостоятельно принимать решение. Вот. И если в первом случае можно говорить о том, что, да, у вас на самом деле есть обязательства, ну, в связи с теми традициями, которые для вас актуальны. А с другой стороны есть просто ваша, ну, такая вот определённая, да, получается, неуверенность в себе, вот, есть тревожность, есть какая-то вот, я бы сказал, неуверенность в себе в том, что вы сами хотите и так далее. В то же время я считаю своим долгом обратить ваше внимание на то, что ваши отношения сейчас обращены не столько друг на друга и не столько вы друг другом, наслаждаясь, да, сколько речь уже идёт в основном про свадьбу. Вот. То есть как бы вот о том, что вот свадьба, свадьба, нужна, нужна свадьба, нужна вот какая-то определённость и так далее. Вот. И очень часто такого рода отношения могут, в общем и целом, закончиться не очень хорошо. Вот. Потому что фокус, внимание, здесь, ну, он переключается, да, он переключается на некую такую социальную сторону. Вот. То есть здесь вопрос именно вот вашей неуверенности в себе. Вот. И тревожности. Вот. Это может быть обусловлено, в общем и целом, как историей ваших собственных вот конфликтов внутренних, да, то есть, ну, вашей вот собственной какой-то проблематике. Может быть, обусловлено это историей вашего взросления, то есть, когда вы привыкли, например, к тому, что люди вокруг вас берут ответственность на себя. Ну, за то, что вы делаете за вас, грубо говоря. Вот. И в этом смысле тут нужно быть, на мой взгляд, предельно аккуратным, предельно внимательным. Потому что нужно выработать такую модель поведения, чтобы вас, на самом деле, эта модель поведения устроила. Мне кажется, тут нет каких-то универсальных, уникальных ответов, как лучше вам поступить. Потому что я не думаю, что в принципе могут быть правильные и неправильные варианты. Ну, в данном случае конкретно. Мне кажется, что вам нужно просто прислушиваться к себе, научиться слушать себя. И, в общем-то, признаться себе в том, какие чувства у вас на данный момент как молодому человеку. Ну, на мой взгляд, очень сильно способно облегчить задачу то, что вы боитесь его потерять. Вот. То есть очень сильно это может вам облегчить задачу. Ну, обычно мы боимся потерять тогда, когда вот присутствует какая-то потребность, которую мы, как нам кажется, можем удовлетворить только с этим человеком. Вот. Я бы заметил бы, ну, знаете, с такой вот некоторой долей осторожности я бы заметил, что как-то вот про любовь, наверное, в основной ея, речь особо сейчас не идет в вас. То есть вы именно о любви не говорите. Вы говорите о социальных, вы говорите о, ну, в основном вы говорите о социальных детерминатах ваших отношений, вот. Думаю ли я, что это хорошо? Нет. Можете ли вы, ну, вот, в какой-то степени бросить, так скажем, вызов обществу, да, и просто вот наслаждаться общением? Можете. Будет ли это просто для вас? Нет, не будет. Это не будет просто. Ну, потому что будет осуждение, да, будут вот какие-то перетолки и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Нормально ли это? Да, нормально. Готовы ли вы к этому? Нет, потому что вы не доверяете себе и как-то вот в основном пребываете, ну, пребываете вот в таких достаточно негативных переживаниях. Показывает ли это ситуация, что в целом вы зависимы от, ну, вот, других людей? Да. Показывает ли это, что вы как-то вот сами не отвечаете, ну, не отвечаете сами за, ну, за свои действия, ну, вот, как-то вот привыкли, чтобы другие люди это делали? Да. Можно ли это скорректировать, то есть, ну, можно ли вам помочь, чтобы этого не было? Да, можно. Готовы ли вы к этому? Вот это, пожалуй, такой вот самый, ну, самый главный вопрос, потому что ответа на него у меня нет. Вот. Можете ли вы сейчас поступить, ну, вот, как бы, грубо говоря, так как вот требует общество, среди, ну, среди которого вы находитесь? Да, можете так поступить. А станете ли вы счастливее? Нет. Понимаете? То есть, то секрет-кризисное в этом смысле, не стоит пугаться, вот, просто вам нужно обратиться в этот момент к себе, как мне кажется, вот, и начать, вот, именно работать над собой, то есть, ну, то есть, признать, как бы, что есть, вот, у вас определенные проблемы, вот, просто братья эти проблемы решат. Вот. И, в принципе, они решатся. Вот. И не все быстро решатся проблемы, не все проблемы, как-то, вот, решатся обязательно, безболезненно, да, то есть, ну, но, тем не менее, на данный момент это, наверное, лучше, лучше, что может быть, вот. Вот. Потому что альтернатива такая, что вам будет, ну, вот, не очень хорошо. Вот. Поэтому решат вам, вы, на мой, на мой взгляд, ну, более такой, европейский взгляд, слишком много уделяете внимания третьим лицам, вот, в отношениях, в отношениях своих. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, эээ, родителей, эээ, их фигур, ээээ, как мне кажется, ээээ, не должно быть в отношениях, вот. Эээ, или, по крайней мере, они не должны оказывать такого, серьёзного влияния на то, как развиваются и продвигаются ваши, вот, вот, ваше взаимодействие с младым человеком, но это исключительно мой взгляд, т.е. вы можете быть не согласны с этим, это более чем ваше право, т.е. здесь нужно приходить обязательно, принимая во внимание то, что в определенной среде, игнорировать это нельзя, это как бы решать вам. Да, если среда, общество, люди, те же родители ваши для вас важны, мне кажется, что совершенно очевидно, что молодой человек, от слова никак, от слова совсем, не соответствует вот этому, чтобы он будет тянуть время, если ему с вами хорошо, если ему с вами нравится, например, ну, например, жениться, да, он, допустим, еще не собирается, или считает, что рано, или думает, что нормально в этом смысле и так, вот, а то, как бы, ну, он, скорее всего, так все оставит, вот, т.е. тут вот, ну, к сожалению, вот, такой вот момент и от этого, на мой взгляд, никуда никуда не деться, вот. Другой вопрос, что я говорил и, ну, и буду говорить о том, что ключевая трюкность и проблема ваша, на мой взгляд, именно в том, что вы находитесь в очень сильном отрыве от себя и, в принципе, от своих чувств, от своих эмоций, т.е. вот, то, что вам сложно, то, что вам тяжело, ну, переносить, вот, неопределенности, да, это вот очень хорошо иллюстрирует данную, ну, данную ситуацию, вот. И, соответственно, с этим можно работать, т.е. просто, вот, поднять, поднять, в какой-то степени уровень вашего эмоционального интеллекта, чтобы, ну, чтобы вам было проще замечать какие-то вещи. Дальше я думаю, что вы более чем способны сами принять решение в этой ситуации и самостоятельно за него отвечать. Вот. Сейчас просто вы, даже обращаясь к нам, к, ну, специалистам, спрашиваете у нас, как вам, ну, поступить. Вот. И мне кажется, что это, худшее, что вы можете для себя сделать. Вот. Ну, потому что психологи этим не занимаются. Вот. мы не занимаемся тем, что, ну, даем совет. Мы не даем совет. Мы помогаем людям решать их проблемы, вот. Но мы не даем советов. Это очень важно понимать. Поэтому, ну, теоретически, если бы мы дали вам совет, то, ну, для вас ничего бы не изменилось. Вы бы, как, вот, не доверяли бы себе, да? Ага. Так бы вы себе, ну, и продолжали бы не доверять. А хотелось бы. Хотелось бы. Вот. Ну, чтобы вот ваше, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А это без работы, ну, невозможно, понимаете, да? Поэтому я надеюсь, что вы услышали меня, я надеюсь, что вы поняли меня. Я надеюсь, что какие-то выводы, да, вами будут сделаны. Вот. И, соответственно, эти выводы, они, ну, позволят вам прийти к определенному решению. Я не буду вас обманывать и скажу в этом смысле честно, что ситуация непростая. Вот. И без потерь ее решить не получится. То есть вы, ну, так или иначе заплатите какую-то цену за свой выбор. Вот. Но пока что вы делать этого не хотите. То есть пока что вы всеми силами стараетесь избежать цены. Вот. И хотите, чтобы все получилось идеально. Ну, идеально. Вот. А идеально не получалось. Ну, в жизни. Вот. В жизни идеально не получается. Вот. К сожалению. И вот вам, если спросить, да, чем, ну, чем отличается взрослый человек, да, вот. Точнее, взрослый человек, вот, не взрослый человек, вот, не взрослый, чем отличается. Вот, он отличается тем, что он, как, он вот как-то понимает, что он идеально может быть. Вот. И что, ну, не прям часто, да, но порой приходится платить какую-то цену за свой выбор. Вот. Вот. Вот как-то, наверное, так, так. Какой-то вот такой ответ хотел бы я вам сейчас дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Удачи вам. Всего самого доброго.